Добрый день! И мы на этой неделе находимся в недельной главе Бешалах. События нашей главы происходят сразу после выхода евреев из Египта. И вот в пустыне эйфория от стремительного выхода на свободу и увиденных чудес, от скрытия им Бога у некоторых быстро сменилась недовольствием, что мы будем кушать, требуем хлеб, и Бог вынужден снова сделать чудо, и евреи стали ежедневно получать с неба ман. Он ману небесную, который стал им их основной пищей в годы скитаний во пустыне. И тут мне о мане я слышал анекдот. Американский турист приехал в Тель-Авив и решил сходить на концерт классической музыки в концертный зал имени Мана. И спрашивает у гида, этот концертный зал назван в честь писателя Томаса Мана? Нет, в честь одного американца, Фредерико Мана из Филадельфии. Ни разу о таком не слышал. Что же он написал? Чек. Так вот, о том мане, которым кормил нас Всевышний 40 лет в пустыне, сказано уже много. Но сегодня я хотел связать ту для многих кажущуюся сказочку с уроками для нашей жизни сегодня. Так вот, сказано в нашей недельной главе, «И сказал Бог Маше, «Я пошлю вам хлеб с небес, и пусть народ выходит и собирает, сколько нужно на день в тот день». Про хлеб с небес объясняет взор базовой книги Каббалы, что существует два вида хлеба. Хлеб нашего мира, «Лехемони», хлеб бедности, о котором именно в этой формулировке мы вспоминаем за пасхальным столом в Лайла Седер, и хлеб высших миров. На самом деле мы понимаем, что хлеб один. Просто как все в нашем мире, в материальном мире, как пишет мной часто цитируемый Рамхаль, Равмаше Хаем Луцата, в своей книге «Дер-Эхашем», каждый предмет и даже процесс в нижнем мире имеет свой духовный корень, корень в духовных мирах. Из этого корня или духовного образа предмета или процесса в духовных мирах по цепочке передачи энергии в нижнем, в нашем материальном мире проявляется, или точнее сказать, материализуется предмет или тот процесс. Точно так же происходило и с маном в пустыне. На это же намекают наши учителя в трактате Йома, комментируя слова царя Давида в книге «Тегелим» «Хлеб небожителей ел человек». Там Раби Акива объясняет, что небожители – это ангелы. Существуют они только как проявление божественного света или божественного влияния, божественной энергии. То есть как можно сказать, что ангелы наполняются или даже питаются божественной энергией. С другой стороны, и ман, который мы ели тогда в пустыне, так же, как мы сказали выше, является проявлением в материальном мире света высших миров. В то время Бог так постановил, что его влияние, его свет или энергия будет иметь именно такое материальное воплощение на земле в виде мана. И тогда, после всего сказанного, нам становится понятно, если Бог по-прежнему управляет этим миром, ну, что понятно, да, и посылает сюда свое влияние, то его материальное воплощение продолжает спускаться на землю и сегодня. То есть ман, он есть и сегодня. И происходит это, как нам уже известно, в соответствии с управлением Богом этим миром, а же какой клалит, а же какой протит. Да, в форме мана божественное влияние было только тогда, в пустыне. Там было так нужно. С этим была связана целая цепочка уроков, о части которых мы поговорим уже прямо сейчас. Но главный урок мана – это то, что только Бог дает нам средства для существования. Ведь нам в пустыне, кроме мана, были и другие чудеса. Одежда, она на нас не ветшала, она росла вместе с человеком. В пустыне мы были полностью на содержании Всевышнего. Более того, тогда мы это явно осознавали. Так ничего не поменялось до сегодня. В духовных мирах, как формировался, так и формируется до сего дня этот хлеб. И эта энергия – это божественное влияние, которое материзуется тут для нас в средствах существования. Которое, как сегодня нам кажется, является результатом наших усилий. И этот рассказ Бога нам в его Торе, о мане, как раз учит нас именно другому. Тора, она не Ветхий Завет. Она написана для нас, для каждого из нас сегодня. И вся эта история с маном – не исторический рассказ о приключениях евреев в пустыне, как китайцев в России, как итальянцев в России с китайцами. Мы сегодняшние должны понять, что получаемые нами средства к существованию не являются результатом нашей работы, наших трудов по зарабатыванию этих средств. Это Бог посылает в Нижний мир свое влияние в тех объемах, в которых считает нужным, в силу своего надзора, ажгахи, за нами. Это еще называют божественным провидением. И принятие на себя этого знания и называется упованием на Бога. И это уже большой урок для нас и место для промежуточного лыхаема. И основу упования на проведение Творца находим мы в словах нашей главы чуть дальше. И не было излишка у того, кто собрал много, а у собравшего мало, не было недостатка. Достаток не является прямым следствием стараний. Все в силу заслуг человека в выполнении Тора и его заповедей. И об этом говорит раб Симха Зисал сейф Саба Искельма, один из основателей этического учения Мусар. Он пишет так. «Всякий зрячий может видеть, что то, что ежедневно видели собиравшие ман, не старания определяют пропитание человека, а Бог дает каждому то, что необходимо дать ему, вне зависимости от того, трудится он много или мало. и только усилия по исполнению воли Бога определяют успех человека». Но мы можем сказать, откуда это Саба Кельма взял. Почему только усилия по выполнению воли Бога определяют успех человека, дают результат. Из наших книг мы знаем, что ман, он не выпадал всем одинаково. И сейчас речь идет не о количестве, хотя и количество было разным, но у кого, у того, у кого духовный уровень, уровень выполнения воли Бога, уровень упования на Бога был выше, ему ман выпадал прямо у шатра. А у кого духовный уровень или соблюдение уровень, или уровень упования на Бога был ниже, ему приходилось топать за маном ножками подальше, а кому-то вообще за пределы стана. И это, кстати, была причина, почему мы стали роптать и просить у Бога дать нам не только ман. Ведь ман характеризовался именно этим свойством. Всем друзьям, всем соседям было видно, хожу ли я за маном и куда. Во, смотри, смотри, обрашив, вон куда пошел, видно, что-то накуролесил. Все было как на ладони, кому же это понравится. Именно духовная чистота и уровень упования на Бога определяли, сколько усилий, стараний и штадлута должен был приложить человек, чтобы собрать свой иман. И это еще один важнейший урок мана для нас. Тора учит нас, евреев, 21 века, что точно так же и сегодня твоя степень требуемого и штадлута, старания, приложения усилий по добыванию средств существования зависит от твоего духовного уровня, от твоего уровня бетахона, уровня упования на Творца. Чем выше твой духовный уровень и выше упования на Творца, тем меньше от тебя требуется стараний для получения парносы. Тебе ман будет выпадать где-то рядом, тебе будет легче его дособирать. И наоборот, чем меньше ты знаешь Бога, чем меньше ты уповаешь на Него и чем больше думаешь, что результат он только от тебя, тем больше тебе приходится вкалывать. А по факту результат все равно зависит не от того, сколько ты пашешь. В этом заключается губительный парадокс. Известно правило, Бог ведет человека той дорогой, которой он хочет идти. Если ты веришь, что результат зависит от тебя и не уповаешь на Бога, тогда ты автоматически будешь пахать. Но Всевышний все равно будет давать тебе ровно столько, сколько ты заслужил, выполняя свою главную функцию – учить Тору, выполнять заповеди и уповать на Творца. Или, конечно, сколько он решит сам в силу своего миросердия, но абсолютно не в силу твоих стараний по добыванию хлеба насущного. И главное, и одновременно самая сложная задача жизни – правильно определить для себя необходимый баланс между старанием и штадлутом и упованием на Всевышнего, бетахоном. Другими словами, в какой мере я на данном этапе своей жизни могу полагаться на Всевышнего, а в какой мне нужно вкалывать? И это вопрос вплотную связан с духовным уровнем человека. И его нам каждому очень-очень сложно определить объективно. Но нужно знать и быть уверенным, что общее правило именно такое – повышая свой духовный уровень и стремясь все больше и больше уповать на Всевышнего, ты показываешь ему, что ты выбираешь этот путь и надеешься, что он тебя этим путем и будет вести, а значит, ты постепенно увидишь, что тебе так и да, нужно меньше работать. Аман все больше будет сам падать с неба. И еще нужно понимать, что уповение и упование на Всевышнего как уверенность, что именно он даст тебе все необходимое, в свою очередь зависит от того, сколько ты отдашь ему себя, сколько себя вложишь в исполнение его воли через исполнение еврейского закона и познание его через изучение Торы. Все строится на взаимности. Больше себя отдал, больше получил. Как пишет Мишна Перке, а вот об этом, выполняй его волю как свою собственную, чтобы он выполнил твою волю как свою собственную. И как говорят наши мудрецы, и у зрячего глаза на голове или умный да поймет. Прохавая от слоха на этом сложном пути, остаемся и дальше в поисках смысла. до сих пор, до сих пор. Продолжение следует...